Каждую неделю выходишь куда-то, а тут новая стройка, фонтаны, парки. Вот рабочий инструмент. Вы успеваете со сроками? Он сказал, конечно успеваем. Только не ходите здесь. Еноты абсолютно ручные, вернее спинные. Всем привет! С вами Аполлинария Гордиенко. Из восхитительной осенней Ялты. Давайте вместе прямо сейчас посмотрим с вами, как Россия преображает город. Что прямо сейчас здесь кипит, какие изменения, какие стройки. Лайк, подписка, колокольчик и поехали! И вон даже мой котик с собачкой вышли на солнышко и греются. Герда, Герда, помаши хвостик. Герда! Смотрите, как прикольно! Герда хорошая собака. А у Крикса побитый нос. Котенок взрослеет и уже ходит на разборки. Вот там проводится реконструкция, что нам пишут, что окончание работ будет 23 декабря этого года. Так быстро приносят свои извинения за неудобства. Благоустройство, капитальный ремонт парка под контролем департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Идем смотреть. Срезали асфальт. Тут ходить нельзя. Но посмотреть же надо. Заменены все бордюрчики. Ребята работают, техника стоит. Грунт. Щебень. Сорванная старая плитка. Советская. Бордюры, что ли, старые повырывали. Пока что никто не прогоняет меня отсюда. Можем еще прогуляться и посмотреть, что здесь уже готово. Сколько у нас остается? Полтора месяца до открытия этого объекта. Это что ли тоже старые плиты? Новое покрытие там в стопочках. Парк небольшой. Его очень быстро тут пройти можно. Вижу, что здесь по краям делают как будто бы освещение. Наверное, будет красивая подсветка. Этот парк, да, он небольшой. И знаете, он больше... Вот для меня всегда был не парком, а просто вот местом, где я преодолевала какой-то путь. Со Спартака, от Пушкинской аллеи до остановки Пионерской, до Крымэнерго. Здесь очень любят гулять мамочки с колясочками. Это в первую очередь для них плюс большой. Напротив там баня находится. Вот эта дорога на Спартак ведет. Напишите, кто здесь гуляет в этом парке. Площадь всего 1,6 га. Каждую неделю выходишь куда-то, а тут новая стройка, новая реконструкция, капитальный ремонт или преображение. Конечно, колоссальные изменения за 5 лет. И вот я заметила, что в России прям вот за парки борются города. Фонтаны, парки. Прям номер один для города. Я немножко приболела, но все равно видео записывать надо. Рассказывать о новых новостях. Поехал. С собачками гуляют тут по парку. Парк, походу, тут для выгула собак. А не только для прогулок с детьми. Вот плиточку выкладывают. Вот этим молоточком ее прибивают. Обращаю ваше внимание, что все плиточки без сколов. Вот, могут положить без сколов. Вот, все идеально. И такая толстая, сантиметров 8. Вот рабочий инструмент. Резиновый такой. К чему я это показываю? Вот здесь вы можете посмотреть видео, где я первый раз прогулялась по парку Победы, новому, отреставрированному в Севастополе. А там на каждой вот этой плитке скол. Вот сами можете зайти, посмотреть. Специально вот тут оставляю ссылочку. Для чего ножовка? Ножовкой пилят плитку. На такие вот кусочки. Вот тоже. Целая бригада молоточками работает. Нет, вот чем, похоже, пилят плитку. Не ножовкой. Ну, сами можете видеть, как качественно ведутся здесь работы. Аккуратненько все. Ничего не разбивают. Вон, плиточки режут, подгоняют эти стыки. Это, конечно, сложно. Внизу под плиткой щебень и какой-то отсев мелкий. Песок. Вот так вот откладывают деревья. Здесь тоже все обновлено. И слышим работающую дрель или перфоратор. Вот там дом какой-то строится. Вот для чего такие трубы. Супер, это прекрасно. Так, вы, наверное, спросите про туалет. Вот он возле семейного кафе. Ну, прям в нем. Вот парень ходит. Он подошел вам что-то подсказать? Я говорю, я смотрю. Он такой, ну, вы могли бы не ходить здесь? Я говорю, ну, конечно, извините. Все, уже ухожу. Я спросила этого молодого человека в каске. Вы успеваете со сроками? Он сказал, конечно, успеваем. Только не ходите здесь. Еще рано. Ну что, товарищи, одно и мне кажется, что оккупанты делают Крым удобным для людей. Напишите ваше мнение на этот счет. Вы рады за Крым? Вы же приедете. Здесь такая красота. Столько парков, фонтанов, дороги изумительные. Инфраструктура делается, улучшается. Даже казино скоро будет. Что вы думаете, кстати, по поводу казино? Приедете в нашу игорную зону поиграть? Смотрите, какая красивая осенняя Ялта. Тепло-тепло сейчас. Столько людей на улицу высыпало. Белочка куда-то исчезла. Ну что, парк посмотрели, а теперь мы с вами перенесемся на несколько дней назад. и вы увидите, что еще здесь меняется. Переносимся. Смотрите, при входе вас встречает милый, милый сурикат. Он слушает, кажется, что я ему говорю. А почему они там кричат? А потому что дети играют с енотами. А, поэтому там такие эмоции. Слышите крики? Я думала, там уже еноты кого-то кусают, а они играются. Детей сейчас, еноты спят. Звоните, спрашивайте и записывайтесь на сеанс по времени. Ой, какие кисы вам выдают курточку от греха подальше, как сказал один посетитель. И я понимаю, почему вы посмотрите, что происходит. Она на меня лезет, как на елку. Класс. Такие нежные лапки. Вон, мальчик прощается с енотами. Ну, посмотрите, вот этот самый такой, как его назвать, обезьянка. Еноты абсолютно ручные, вернее, спинные. Головные. ножны не царапаются. Привет. Я уже запуталась, кто тут Миледи, кто Констанция. Я там прочитала, что тихий час бывает, да? Бывает. Но у нас их несколько групп, у нас же все 16 енота. 16 енота? 16, да. Они опускаются по голову. Писали, чтобы они не переедали и не сильно уставали. И получается, им эмоционально не сложно, так как на набережной в ужасных условиях содержится целый день в этом. Если еноту что-то не хочется, у него нет настроения, он сегодня не сможет просто отдыхать. Представляете, вот это круто, такую работу. Вот представляете, вам сегодня ничего не хочется, и начальник говорит, иди отдыхай, тебя подменит Вася. Идеально в чистых условиях содержится, они такие чистенькие, ой, как мои домашние котики. Особенно эти куртки выручают летом, когда люди в майках приходят, потому что у енотиков все-таки коготочки остренькие. На лицах все написано, вы посмотрите, мужчины, взрослые, как они счастливые, что их эти пушистики окружили. Девушка просто сидит, она привыкла в шубе ходить, она даже не поняла, что они живые. Круглый год и режим работы будни с 11 до 18.45. Выходные. А, выходные тоже работаете. Да. Так, по хэштегу больше информации смотрите. И вот сайт, кто заинтересовался. Возле Комсомольского рынка находится в здании Старого Тира, кто местный знает. И машину можно, если вы на машине, возле Эдинбург Тауэра припарковать. Да. Либо вещевой рынок и пешком оттуда дойти. Так и ориентируйтесь. Вот так выглядит. Не пройдете мимо енотодром, а я иду дальше. Реконструкция вещевого рынка полным ходом происходит. Тут вот для безопасного движения вот отгородили забором и лентами. О, как красиво будет. Вон фонарики такие. Как Крым преображается с каждым годом. Что будет буквально через пять лет, вы его не узнаете. Какая красивая галерея. У нас здесь ну просто Европа. павильоны с этой стороны павильоны все в одном стиле. Стеклопакеты под дерево. Полным ходом работает. Посмотрите, хостел всего лишь от 250 рублей. Вон там один сдутый шарик, один надутый. Номер телефона наверное вот в этом здании. В межсезонье очень дешево. Вот такие у нас новости. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео из преображающегося Крыма.